МОЯ ПЛАНЕТА В студии Мария Шматкова Сегодня у нас в гостях вокальная студия «Солнышко» Вместе с руководителем Вероникой Позняковой И юными очаровательными вокалистками Здравствуйте, девчонки, здравствуйте, Вероника Очень рады вас видеть Здравствуйте Лето в самом разгаре Ваша студия молодая, создалась не так давно Вообще, кому принадлежит идея ее создания? Конечно же, мне Потому что, во-первых, я в этой сфере Я учусь, я еще студентка И мне нужен опыт Я хочу делиться своими знаниями С юными Моими учениками Поэтому создалась При поддержке администрации, опять же Наша студия «Солнышко» И уже в этом году два года Но нас уже много Почти 20 человек И все талантливые Все работают Вероника, но когда ты пришла в администрацию сельского поселения Успенской Вообще, сразу нашла поддержку Сразу откликнулись и в Доме культуры, и в администрации Что будет создаваться студия Ведь это нужно и помещение, и аппаратура То есть, должны быть все равно созданы какие-то определенные условия Я работала именно в селе Уборох Там дом культуры, маленький Но местные жители меня поддержали Им было это нужно для развития детей И постепенно, постепенно я так и перешла и в Успенку Так как спрос населения был очень большой И с тех пор я набираю людей И творческих личностей Почему «Солнышко»? Почему такое название? Придумывали все вместе? Или все-таки это вот у тебя Какая была идея, родилась сначала у тебя в голове? Я просто думаю, что для детей Как бы солнце Это свет Это как дорога в жизнь Это развитие Поэтому я думаю, что «Солнышко» – самое подходящее название Катюш, ты как узнала о вокальной студии «Солнышко»? И как туда попала? Я узнала, что у нас в клубе открылась студия Я с детства очень люблю петь Я захотела туда пойти Так я и пою Ну как-то было какое-то определенное прослушивание Или вот как Просто захотел ребенок, пришел в студию Ты его посмотрел, говоришь, все, оставайся Будем заниматься Нет, несомненно Когда приходят дети Я сначала их распеваю Хотя бы понять, какой у них диапазон По высоте По данным После этого, если у них есть какие-то На уме песни Они мне их показывают И я уже смотрю, как можно дальше с этим ребенком работать Какая у него подготовка Какое желание Какой потенциал К этим песням Ты сказала о том, что учишься Где ты учишься? Институт современного искусства Кафедра у меня Эстрадно-джазовый вокал Преподавателя Афанасьева Наталья Александровна Ты давно тоже в музыке Со скольки лет поешь? Где-то с шести лет Я Сначала пошла в наш дом культуры Опять же В Успенский Когда там еще были старые преподаватели А потом перешла в профессиональный хор Радио-телевидение России Имени Попова И там проучилась 10 лет И параллельно, конечно же В Одинцовской музыкальной школе отучилась Закончила И вот поступила в институт Совсем на другое Совсем эстрадно-джазовый вокал Откуда такая любовь к музыке? У меня вся семья музыкальная Папа из Гнесинки Саксофонист Мама домристка Прадед у меня был Профессором в Гнесинке Поэтому у меня вся семья музыкальная И к этому мне прививалось с детства То есть ты не могла Не пойти по стопам Еще про бабушек, про дедушек И родителей И решила все-таки связать свою жизнь с музыкой Анжелик, ну а ты как попала В вокальную студию «Солнышко»? Ведь ты там занимаешься совсем недавно Да, так получилось, что моя подруга там уже занималась И она меня позвала А я с самого детства пою То есть в разных студиях В театральной студии Я довольно-таки долго занималась И к сцене какое-то определенное отношение То есть без нее нет ощущения жизни И так я пришла к Веронике Она меня послушала Конечно, тоже волновалась по-своему Еще был Меня немножко смущало То, что это совершенно другая манера Вокала То есть до этого я занималась Шесть лет именно В хоре пела То есть академическим пением Да, академическим пением Но я всегда как-то больше Мне нравилась именно эстрадная манера И когда я сдала петь, у меня, конечно, много было сомнений Но Вероника меня поддержала Спасибо огромное Огромное Да, и у нас такая Мне что больше всего нравится Что у нас совершенно своя атмосфера Дружеская, теплая В нашей студии То есть нету какого-то такого Принуждения Все идут сами И всех поддерживают Это, конечно, очень большую роль играет Чтобы ребенок, ну, открылся И следовал своей мечте Что тебе нравится больше всего исполнять? Мне нравится то, что получается Что получается тогда? Ну, получается Если работать, то получится многое На самом деле Я это поняла То есть Если ты к чему-то идешь Ты должен не сдаваться И мне вот сейчас я пришла с песней I'm out of love Анастейшей Вот И мне вообще С самого начала Когда мне Вероника ее предложила Я не думала Что у меня вообще получится ее спеть Я ее послушала Я не могу Я не вижу себя в этом А тут Как-то получилось Ну что, я думаю Пришло самое время послушать Как ты справилась С заданием своего руководителя Или как исполняешь в своей манере эту песню Давайте посмотрим Внимание на экран Субтитры создавал DimaTorzok 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 Анжелик, ну по-моему все получилось очень чудесно Спасибо тебе огромное Замечательная песня Вероник, как все-таки ты выбираешь материал Как подбираешь песню Ну одно дело то, что нравится детям Но в любом случае ты ведь вносишь свои какие-то коррективы Что ты им советуешь Вот как происходит выбор именно материала Именно материала Ну, во-первых, по данным Потому что какой характер у ребенка Сможет ли он вообще это исполнить Есть ли в нем огонек такой вот Что символичен этой песне Это, во-первых Во-вторых, по стилю Подходит ли более лиричная песня Или наоборот Более зажигательная Кому-то более детская, да, все-таки подходит Кому-то, наоборот, более взрослая Все зависит от индивидуальности ребенка Все смотрится Ну и, во-первых, конечно же Выбираем, нравится ли и не нравится Я предлагаю массу вариантов Они уже из этого выбирают То, что им больше и ближе Вот к себе Разные, разные совершенно стили И уже оттуда идет подбор И от ребенка, и от меня Берем несколько песен, произведений Их разбираем Какая наилучше получается Мы ее начинаем дорабатывать К определенному концерту, празднику А если... А на других мы просто учимся Поем и изучаем Как профессионализм получаем свой Студия разновозрастная Все 20 человек Они разного возраста Разных взглядах Разных интересов Как тебе удается все-таки Их всех объединить Сдружить И чтобы это была такая Единая, сплоченная команда Это достаточно легко Потому что все дети творческие Общительные и дружелюбные В нашем коллективе нету Каких-то индивидуальностей Которые живут сами по себе У нас есть единый коллектив Который друг друга поддерживает Мы все друзья Даже я с ними общаюсь наравне Потому что Ставить какие-то рамки Что мы, я там, преподаватель Это несомненно Но в первую очередь я друг Который поможет ребенку Осознать какие-то ошибки Я не буду кричать на него Я не буду злиться на него Я ему просто подскажу Чисто по-человечески Как надо что-то делать Что-то делать Катюш, когда ты пришла В вокальную студию Ты до этого занималась вокалом Все здесь получалось? И все вот тебе понравилось? То, что давала И как преподносила материал Вероника? Ну, на самом деле Когда был первый день мой Я очень обрадовалась тому Что меня приняли Ну, для начала Меня спрашивали Какую я буду петь песню Я выбрала Монтенка Почему ты выбрала именно эту песню? Чем она так тебе нравится? И почему тебе хотелось исполнять именно ее? Ну, много У меня многое с ней связано В детстве я ее очень часто пела И сегодня ты нам ее исполнишь Синему морю Селеной земле Плыву я на белом своем корабле На белом своем корабле На белом своем корабле Меня не пугают Ни волны, ни ветер Плыву я к единственной маме на свете Плыву я со сволны и ветер К единственной маме на свете Плыву я со сволны и ветер К единственной маме на свете Скорей до семьи я добраться хочу Я здесь, я приехал, я ей закричу Я маме своей закричу Я маме своей закричу Пусть маму услышит Пусть мама придет Пусть мама меня непременно найдет Ведь так не должно быть на свете Чтоб были потеряны дети Ведь так не должно быть на свете Чтоб были потеряны дети Катюш, ну, замечательная песня, замечательно ее исполнила. Вероник, вы, хоть и студия у нас молодая, образовалась два года назад, все-таки принимаете участие в конкурсах, в фестивалях? Есть уже какие-то победы и то, чем уже можно гордиться, и то, чем ты гордишься как руководитель? Личные победы – это одно, но когда дети – это совершенно другое. Мне даже всегда страшнее, когда они выступают, потому что всегда это волнение, переживание, как, что, как они себя почувствуют на сцене. Да, мы выступали, у нас был в этом году первый конкурс, это «Серебряный олень». Правда, мы ничего не заняли, но ничего, мы на этом не остановимся, мы будем покорять вершины. Вот он, наш диплом участника. Екатерина у нас как раз-таки выступала, тоже с песней «Мамонтенок». Правда, тогда она переволновалась, но, думаю, сегодня она у нас хорошо исполнила все. Поэтому… Все-таки какие надежды ты возлагаешь на своих воспитанников? Как думаешь, есть потенциал? Конечно, определенно. Все они люди творческие, по жизни пойдут смело, с песней. Вот Анжелика у нас выступает в театральной, но, насколько я знаю, вокал не собирается забрасывать. Конечно. То есть для нее это тоже частица жизни, то есть по жизни она идет с этим. Ну, а наша Катя, она еще маленькая, но тоже развивается и тоже с нами ездит, покоряет вершины. Анжелика, когда ты поступаешь в театральной? И куда именно? В следующем году, но куда именно, я еще не решила. То есть разные вузы, разные направления, но, конечно, мне больше всего нравится эта сфера кино. И если повезет, то если посчитают, что я могу это сделать, то я хотела бы поступить во ВГИК. Так, я надеюсь, что я все-таки поступлю, что у меня получится, и что моя цель, которой я иду всю свою жизнь, она воплотится. Катюш, ну а что мечтаешь ты? Кем ты хочешь стать? Ну, хотя тебе еще не так много лет, и ты еще не стоишь перед выбором, куда же мне поступать и как сдавать экзамены, но, тем не менее, есть уже какие-то задумки? Ну, да. Ну, мне хочется стать певицей, потому что мне очень сильно нравится петь. Ну, я думаю, что у тебя тоже все получится, и если чего-то очень сильно хотеть, то обязательно это исполнится. Правда, Вероника? Да, несомненно. Вообще, многие воспитанники мечтают связать свою жизнь, вот именно твои воспитанники, вот эти 20 человек, все-таки с музыкой, с вокалом, со сценой. Больше половины, больше половины, это 100%. Многие уже готовятся поступать именно в музыкальное училище, там подобие ГИТИСа. Я, несомненно, одобриваю их решение, потому что, дерзайте, сцена наша требует хороших талантов и вокалистов. Ну, и я думаю, что если они хотят, у них все обязательно получится. Правда? Обязательно. Спасибо огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию. Новых вам творческих успехов, хорошего, яркого, солнечного лета и побольше положительных эмоций и улыбок. Спасибо. Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин